Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, как и всегда, мы в прямом эфире разбираем события минувшего торгового дня, что на рынке произошло, что случилось, как это повлияло на динамику ключевых финансовых инструментов, и, конечно же, обращаем внимание на те отчеты, которые по повестке текущего экономического календаря еще впереди. Сегодня день обещает быть в разы интереснее прошлого торгового дня, может быть, даже стоит говорить, что сегодня истекает срока, собственно, конечная дата, когда Италия должна была представить доработанный проект бюджета Еврокомиссии. Сегодня у нас ожидаются подробности по Брэкзиту, потому что официально пройдут на высочайшем уровне переговоры между Мишелем Бронье и Домиником Рабом, и, собственно, результатом этих переговоров должно стать соглашение, которое представит общественности. Но я не стал бы, друзья, обе руки сейчас класть на то, что действительно этот документ мы увидим. Возможно, попробуют его немного еще придержать, скорее всего, даже оставит непосредственно Тереза Мэй. Она озвучит о подробности этого соглашения. Если так, то произойдет это только завтра. Но в любом случае, сегодня у нас сакральная дата. Мы ждали этот день. Хорошо, что не на пятницу, собственно. 13 число у нас выпало. Я думаю, что тогда, наверное, еще из каких-то мистических факторов точно можно было рассчитывать на какой-то всплеск волатильности. Сегодня все-таки вторник, но с учетом того новостного содержания, которое я обозначил, друзья, нас ожидает очень насыщенная торговая сессия. Поэтому будьте сегодня крайне внимательны, крайне бдительны, не злоупотребляйтесь. С загрузкой депозитов следите за плечами и не торопитесь, собственно, лезьте в рынок, особенно если вы еще не приняли решение, как действовать по евро и по британцу. Если действительно факт 13 ноября, конечные даты для Абрезита и подачи документов Италии отрабатывает Россия вот так, как и должен, в принципе, отработать, то сегодня европейская валюта может показать нисходящую динамику больше, чем на фигуру, то есть больше, чем на 100 пунктов. А что будет с британцем по факту соглашения, я не знаю, друзья, но тоже как минимум движение даже больше, чем на фигуру точно стоит ожидать. Давайте вернемся, помимо, собственно, вот этих двух важных фундаментальных событий, еще к тому, что нам по повестке, опять же, день обещает. Это выступление Питера Прата в 11.00, то есть относительно совсем скоро. Питер Прат – это главный экономист Европейского Центрального Банка и, на мой взгляд, такое субъективное мнение, один из самых рьяных сторонников необходимости, важности сохранения мягкой экономической политики. Сколько раз он работал с общественностью, с прессой, разжевывая, опять же, заявление Драги, даже тогда, когда, собственно, Драги делал, казалось бы, однозначные комментарии о том, что политика Европейского Центрального Банка будет постепенно ужесточаться, Питер Прат всегда, собственно, давал несколько сценариев, при которых это может произойти. И на основании этих сценариев, собственно, нам было ясно, что вероятность их реализации крайне низка, поэтому, если не будут созданы на рынке необходимые вводные, политика будет сохраняться мягкой. Питер Прат уже не раз оказывал должную поддержку продавцам, собственно, евровалюты. Ну да, все-таки нужно понимать, что это не Драги, да, конечно же, в моменте он не может стать причиной серьезных движений, но к его мнению обязательно стоит прислушаться, потому что, на мой взгляд, это такая же важная позиция по текущему курсу монетарной политики, как и позиции, собственно, Марио Драги. В 12.30 мы переключимся на статистику по Англии, зарплаты, да, важный отчет, настолько важный, что он напрямую повлияет на будущее решение британского регулятора по процентным ставкам, но стоит ли сейчас говорить о вероятности роста ставок тогда, когда нет конкретики по Брекзиту? На мой взгляд, это даже глупо. Поэтому я ни в коем случае не умиляю значение сегодняшнего отчета. Он окажет влияние на движение британца. В моменте мы увидим движение на несколько десятков пунктов, но в целом, думаю, что медиан останется неизменной, и участники рынка продолжат оставаться в тени, ожидая, опять же, вот этот обещанный документ, который должны представить, скажем, совокупности вместе, и это Микраб и Мишель Абралье. В 13.00 по московскому времени, друзья, у нас отчет по бизнес-оптимизму, уверенности инвесторов, и еврозоны, и Германии, это статистика от ЗЮ. Последим, посмотрим за отчетами, но я думаю, что вы все помните, с какими цифрами по промпроизводству, по активности в ключевых секторах, ключевых стран еврозоны и в целом в рамках всего валютного блока мы работали. Вы все помните провальный отчет экспорта немецкого, заказов промышленного сектора, провальный отчет по уроничным продажам, я думаю, что настроения в связи с этим должны быть довольно подавленными, поэтому ожидаю, собственно, сегодня еще один блок слабых от цифр по еврозоне, и, как следствие, еще один фактор, который усиливает мощный аргумент распродаж евро, это слабую статистику. Но, так же, как и в случае с британцем, статистика будет иметь, скажем, влияние не первоочередное, потому что по еврозоне есть своя актуальная политическая тема. Я считаю, что обсуждением на проект итальянского бюджета мы можем осматривать плоскости не экономики, а именно политики, потому что это документ, который, в принципе, указывает и стал причиной разногласий между, в целом, еврозоной и Италией. И некоторое время назад поднял вопросы о том, что Италия может также быть, пусть не сейчас, пусть через какое-то время, кандидатом на выход из состава Европейского Союза. Ну, а теперь давайте подробнее с нефтянки, как всегда, которая продолжает переписывать многомесячные минимумы, в частности, если мы коснемся контракта USOIL, в терминалах Амаркетс это WTI, американский ассорт, снижается на 11 сессий подряд, друзья. Это рекордный показатель такого продолжительного спада, без каких-либо серьезных откатов, который вообще был зафиксирован, то есть это рекорд за все время наблюдений. Бренд также снижается, правда, здесь таких рекордов пока что нету, но в то же время по бренду мы зафиксировали новый локальный многомесячный минимум на отметке 68,87, соответствует, по-моему, котировкам, которые в последний раз мы видели чуть ли не в самом начале апреля. Ну, тоже можем говорить о таких временных победах продавцов, они очевидны, посмотрите, на дневках это самый настоящий безудержный, стремительный, мощный, нисходящий тренд, и такой тренд еще вообще нужно поискать не только на рынке нефти, но и в отношении прочих финансовых инструментов. Давление на нефть накануне усилилось после очередного отвита о Трампа. Кстати говоря, сколько раз мы пытались с вами предположить, какие же рычаги и инструменты давления будет использовать Трамп, как фигура, заинтересованная в дешевый, собственно, нефти и топлив. Помните, уходили даже возможности продажи стратегических запасов, но в конце концов все оказалось, как и всегда, в принципе, до невозможности просто. Трамп использует слова. Это словесная риторика, которая срабатывает. И его очередной твит, где он лишь выразил надежды на то, что страны ближневосточного картеля не будут снижать и ограничивать производство. Он также добавил, что с учетом актуальных показателей предложения, котировки нефти должны быть и находиться на гораздо более низких ценовых значениях. И сразу же после того, как этот твит стал достоянием общественности, ушел в сеть, скажем, мы увидели разворот, который свел на нет все усилия покупателей, пытавшихся в рамках торговой сессии, ну, по бренду, кстати, удержать инструмент выше 71,5 долларов за баррель. Развернул в целом вот этот локальный настроенческий позитив, увел его на негативную территорию, и в конце концов мы и наблюдали вот эти минимальные уровни, которых я сказал. Сейчас котировки 69,38, то есть находимся ниже 70 долларов за баррель. Почему мы видели такие резкие движения, как реакция на всего лишь твит? Ну, во-первых, это не всего лишь твит, это твит, который отражает позицию президента США. Ну, во-вторых, как вы помните, в Штатах вчера был выходной день, день ветеранов. Это день, который априори создал условия более, скажем, низких объемов торгов, низкая ликвидность, и все это наложилось, опять же, на вот эти вот заявления и, в конце концов, привело к резким движениям. Это обычная практика тогда, когда мы говорим о тонком рынке. Ну, а в рамках торговой сессии все-таки нужно отметить, на мой взгляд, почему котировки росли, это все отголоски на заявление Саудовской Аравии, которая уже сообщила о том, что на стороннем порядке в декабре они ограничат поставки, снизят добычу на полмиллиона баррелей. Также представители Саудовской Аравии сообщили о том, что странам ОПЕК сейчас нужно сделать все возможное, чтобы сбалансировать рынок. И если предложение продолжит расти, то, конечно же, нужно будет рассмотреть возможность сокращения производства примерно на 1 миллион баррелей. Дальнейшая динамика, друзья, нефтянки будут зависеть от того, поверят ли в эти намерения участники рынка. Я считаю, что мы даже не можем, не нужно сейчас поднимать вопрос, а стоит ли нам сейчас верить в это или нет. Нужно просто признать факт того, что на настроение это должно. Я, то есть, обычная логика, когда мы не раз видели, как рынок работает с ожиданиями определенных изменений в рамках ОПЕК. Это было до заседания ОПЕК, до июньской встречи, переломной такой для нефтянки. И срабатывает, собственно, тактика покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Следующая встреча ОПЕК технического комитета состоится в начале декабря, друзья. И получается, две недели у нас есть, чтобы сейчас смириться, наверное, с неизбежной проторговкой. В лучшем случае, в худшем для продавцов это все-таки откат. Но я уже вчера рекомендовал вам, друзья, сейчас поставить еще и на технические факторы и допустить то, что рынок и все-таки покупатели, ну так просто, наверное, не пустят продавцов ниже 70 долларов за баррель. Я имею в виду, чтобы были основания для уверенного закрепления. Ну, это была бы самая настоящая наглость, собственно, для продавцов. И, скорее всего, так просто котировки ниже не окажутся. Соответственно, сейчас, как уже было отмечено, лучше сделать ставку на коррекцию, лучше сделать ставку на восстановление. Я допускаю то, что рост может действительно продлиться какое-то время и достигнуть отметки 74-75 долларов за баррель. Это тоже была бы нормальная динамика в рамках нисходящего тренда. Поэтому сейчас нужно искать уровни. Конечно же, бы в идеале увидеть разворот сейчас. И в идеале бы сейчас открыть сделки на покупки, друзья, чтобы вот по максимуму получить профит. Но это очень рискованное предприятие, потому что, как ни крути, сейчас рынок нефти еще снижается. Более консервативный подход связан с покупками выше 71 доллара за баррель. Ну, прикиньте, какая тактика, какой сценарий для вас является более приемлемым. И действуйте. Но с точки зрения продаж я бы пока все-таки воздержался от того, чтобы ставить на дальнейшее снижение. Рубль 67.84. Я думаю, что после вчерашнего обвала мы сегодня ждем открытия на отрицательной территории для и всего российского фондового рынка. И для рубля тоже. То есть, котировки будут выше 68. Я думаю, что вероятность подобной динамики больше 100%. Евро против доллара зафиксировал вчера лоу на отметке 1.12.15. Сейчас откатили в район 1.12.50. Сохраняем, друзья, селл, потому что не просто так европейская валюта вчера снижалась. И сейчас даже имеет смысл говорить не только о слабой статистике и сильном долларе. Кстати, индекс доллара на максимум за последние 16 месяцев находится. Но все-таки самая актуальная тема – это тема, которая связана с проектом итальянского бюджета. Сегодня истекает крайний срок подачи доработанного документа, поскольку прежний проект, как вы помните, предусматривающий и допускающий дефицит бюджета на уровне 2,4% от ВВП, был отклонен Брюсселем как несоответствующим требованиям нормативным, характерным для всех стран, участников валютного блока. Однако буквально вчера мы, ну точнее не вчера, два дня назад мы получили официальное заявление от премьер-министра Италии о том, что документа переработан не будет. Вот почему, собственно, открытие было вчера на минорной ноте и почему я и сегодня предлагаю ставить на то, что европейская валюта продолжит снижаться. Сейчас уже имеет место говорить даже о тех самых дисциплинарных мерах воздействия на итальянскую экономику со стороны Еврокомиссии, которые будут сейчас применяться. Я не знаю, что это за меры, мне тоже очень интересно. Ну, давайте посмотрим и послушаем позицию Еврокомиссии сегодня, поскольку, как уже сказал, стекает именно в рамках текущей торговой сессии крайний срок пересмотра итальянского бюджета. Очень важная тема, собственно, ряд представителей Европейского центрального банка, ну, кстати, не марил драки считает, что итальянские вопросы это самое опасное сейчас для еврозоны. Я в какой-то мере разделяю позицию, потому что, ну, ситуация в Италии и разногласия достигли, вот сейчас разногласия с Еврокомиссией уровня, именно какого-то недоверия к устоявшимся принципам еврозоны. То есть, обстановка экономическая явно дестабилизируется сейчас, и это создает риск многосрочного характера для европейской валюты. Давайте ставить на снижение ниже отметки 1.12, друзья. Я думаю, что целью можно уже руководствоваться поддержкой. Это 1.11, почему нет? В целом, я думаю, что евро против доллара достигнет даже планки 1.1, но нужно все-таки поработать сейчас с актуальным фоном, связанным с Италией. Фунт против доллара, в принципе, так же, как и в ситуации с евро. Серьезная распродажа в рамках вчерашнего дня 1.2826 – это минимум. Сейчас откатили также 1.2876. Приоритет лично я сохраняю за продажами. В частности, сегодня мы ждем, будет ли это соглашение или нет. Сегодня мы ждем подробности. Ну, в идеале, что мы их получим, хотя, как я уже отметил в начале брифинга, вряд ли. Я думаю, то, что разногласия по-прежнему довольно серьезны, и несмотря на то, что и Мишель Бронье, и Доминик Рафф все-таки стремятся заверить общественности, что практически все вопросы согласованы, мы-то с вами прекрасно понимаем, что, скорее всего, нету, четкой позиции, компромиссом по вопросу физической границы между Ирландией и Республикой Ирландии, и в Северной Ирландии. Соответственно, вот этот камень преткновения, он остается таковым, статус за ним сохраняется, и из-за него я не верю в Брэкзит. Я все-таки продолжаю ставить на высокую вероятность отработки сценария, предполагающего жесткие процессы выхода Англии из состава Европейского Союза. Поэтому ждем сегодня конкретику. Если, друзья, вы спекулируете британцам, вы должны иметь в виду и понимать, что день настолько важный, что нужно быть крайне осмотрительным в принятиях решений. И даже если вы разделяете со мной позицию того, что фунт неизбежно будет оснижаться, нужно все-таки допускать альтернативный сценарий. Представляете, каким-то чудом все-таки Тереза Мэй удастся договориться и таким образом, чтобы это соглашение устроило всех. Когда британец, конечно же, покажет серьезнейший рост. Это значит, что, сохраняя и удерживая короткие позиции, нужно также оставить в ордерах и уровни стоп-лосса, которые позволят в случае неблагоприятного развития событий минимизировать убытки. Доллар, иена, все без изменений. 113.97, можно говорить о сопротивлении 114. В принципе, участники рынка ставят на неизбежный дальнейший рост доллара. Мы видим, что происходит с индексом сейчас американской валюты. Все верят в декабрьское повышение процентной ставки. Это центральная тема. Доллар канадец, к сожалению, рост продолжается. Все опасней, скажем, выглядит ситуация 1.3250. Но мы понимаем, что канадец никак не может перехватить инициативу доллара на фоне такой дешевой нефти. Раз я уже сказал, что есть высокая вероятность сейчас отката нефтянки, конечно же, я не буду сейчас противоречить, потому что что-то не так пойдет по канадцу. В случае разворота котировок к нефти, пусть и непродолжительного, канадский доллар воспользуется обязательно возможностью. И мы это уже не раз видели. Может, неплохо упрощить свои позиции даже в рамках одного торгового дня. Пока что короткие позиции еще удерживают. Австралиец против доллара 0.72. Тоже ситуация особенно не изменилась. Впереди у нас две важные торговые сессии. Завтра мы ждем отчет по индексу зарплат, то есть это показатели, которые повлияют на уровни доходов домохозяйства и, в принципе, на будущие показатели инфляции и, соответственно, на риторику Резервного банка Австралии. Ожидания слабы. Также в четверг еще и рынок труда, уровень безработицы прогнозом вырастет до 5,1%. То есть и в четверг мы тоже можем получить фундаментальный негатив по австралийцу. Поэтому короткие позиции приоритет. По новозеландцу также у нас селл с вчерашнего торгового дня. Развернулись мы и ждем, собственно, снижение пары новозеланец против доллара как минимум в районе 0.65-0.66. Также, друзья, пару слов хотел сказать про американский фондовый рынок, который снова снижается. По Dow Jones USA 30 предлагает сделку в селл-стоп с отметки 2525 пунктов. Мы видим то, что стоило только технологическому сектору дать слабину, как все вспомнили, о тех причинах, которые стали следствием и фактором обвала американской фонды от пару недель назад. Соответственно, вчера на американский фондовый рынок повлиял обвал акций Apple примерно на 5%. То есть Apple отвечает за технологический сектор. Еще и Goldman Sachs просел примерно на 7%, а это уже финансовый сектор. Соответственно, обе этих отрасли привели к резкому снижению капитализации, развороту. Я думаю то, что, друзья, мы пойдем таким образом на обновление многомесячных минимумов. Я считаю, что это снова разворота после непроложительной восстановительной коррекции, которую мы наблюдали. Поэтому те, кто держит короткие позиции по американскому фондовому рынку, молодцы, все правильно делайте. Те, кто присматривается, ну вот, пожалуйста, уровень, который может стать довольно перспективным и неплохим для продажи Dow Jones в расчете на еще большее ослабление. На этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сессия. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, можете оставлять их в текстовом формате на нашем канале на YouTube, прямо в области для комментариев под актуальным видеобрифингом. Если вопрос конструктивный по существу, конечно же, с большим удовольствием поделюсь своим видением и попробую ответить на ту тему, которая вас интересует. Но я думаю, что и помимо меня, как многие не раз уже могли убедиться, есть у нас активные, собственно, комментаторы, которые также делятся своим наблюдением и позицией, своим видением, скажем, того, что на рынках творится. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...